Приветствую, я с Алина. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. Смотрите. Во-первых, да. Человека можно, конечно, изменить. Правда, при условии, если человек сам хочет этого, если человек сам хочет менять, то изменить его можно, помочь ему измениться можно. Другой вопрос хочет этого ваш парень. Если парень этого не хочет, если парень не хочет меняться, то шанс у вас нет. Если парень хочет меняться, то здесь момент в том, чтобы вы даже не столько помогали ему, пытались помочь ему, сколько, наверное, направили его, именно направили его к психологу, да, вот, чтобы он получил необходимую помощь, чтобы он получил необходимые услуги для того, чтобы измениться, потому что, в противном случае, будет ему очень и очень трудно это сделать. Необходимо обратить ваше внимание на то, что вы рискуете стать созависимым, из-за того, что пытаетесь его перевоспитать, пытаетесь его изменить. Есть некоторые сомнения в том, любите ли вы его, потому что вы, опять же, не принимаете его таким, какой он есть, пытаетесь переделать его, и есть ощущение, что у вас есть собственная тревожность по поводу своей же собственной безопасности, потому что вы говорите, например, про то, что, ну, можете остаться одна с ребенком, если он будет пить. Вот. Проблемы с алкоголем, особенно в подростковом возрасте, крайне опасны и грозят выработке соответствующей зависимости, поэтому, я думаю, что вашему парню в любом случае нужно заниматься собой, да, вы можете его поддерживать, безусловно, и вы молодец, я полагаю, что поддерживаете его, вот. Но это нужно делать в меру, желательно, что желательно, чтобы это было в меру, вот, чтобы вы не распорялись в нем, и самое главное, наверное, чтобы вы шли каким-то вот своим путем, да, чтобы вы именно вот своим путем, чтобы вы придерживались вот своего пути, вот, какого-то, вот. Чтобы не было такого, да, что вы только на нем заостряете свое внимание, чтобы не было такого, что только с ним вы, там, ну, увязываете, скажем так, свое будущее, вот. Тут, правда, еще есть такой момент, что вы можете быть ориентированы на семью, через, ну, через чур сильно можете быть ориентированы на семью, и в таком случае, ну, крайне желательно понять, для чего вам это нужно, то есть, почему вы уже, вот, в восемнадцать, грубо говоря, лет, да, вот, вы думаете о семье, о детях и так далее. Все это, опять же, может быть, каким-то, каким-то следствием того, к нему вы сами стремитесь, да, и следствием того, какую вы сами пытаетесь решить проблему, проблему, в данном случае, вот. Решение вашей собственной проблемы не может быть пересечено с помощью в ее решении проблем молодого человека, потому что в противном случае, из-за подобного наложения у вас могут быть достаточно серьезные трудности в, ну, именно вот, в вашем общении. Так что, имейте, пожалуйста, это в виду, не нужно ни в коем случае об этом забывать, да, это очень, такая, очень важная история, очень важный момент, вот. Вот, и, значит, вот, обратите внимание, да, что вы пытаетесь человека, по сути дела, вы пытаетесь человека поменять, вот, ну, так вот, на постоянной основе вы пытаетесь человека поменять, ну, на самом деле, это практически не имеет смысла, как я уже сказал, потому что, если человек не хочет, его не изменится, вот, ему должно быть свое, ну, свое желание, вот, для этого. А у него действительно есть сейчас определенные трудности, которые мешают ему это сделать. Так. Следующий момент. Вы выступаете для него родителям. Вот. Когда пытаются его переделать. Хорошего в этом нет ничего. Для вас и для него. Потому что подобные отношения развиваются исключительно в рамках детско-родительских, и есть большая вероятность, конечно, вы можете мне не верить, да, но есть большая вероятность того, что мужчина начнет относиться к вам так же, как к своим родителям. Потому что вы ведете себя в родительских не как девушка. И с другой стороны, если вы будете вести себя как родитель, то и воспринимать вас, как девушку, как женщину свою, парни будут. И в таком случае, есть все основания полагать, что в отношениях вам будет тяжело, трудно. Потому что, как бы, родитель это совсем не то же самое, что у девушки, и к родителю отношения совсем другое и так далее. Кроме того, относящаясь к ребенку как родителям, то есть пытаясь его перевоспитать, вы рискуете приумножать в нем, значит, его инфантильные тенденции. Тенденции, которые имеют место быть сейчас. То есть своим поведением вы не учите человека отвечать за себя. Своим поведением вы привучаете человека к тому, что у него есть вы. Дальше. Вы пишете о том, что простили его за то, что он выпил с другом. Понимаете, прощать малолетович как и не заставит, он делает то, что хочет. Но тот факт, что вы простили его, дает мужчине понять, что возможно, вы простите его в следующий раз. И прощать нужно, ну грамотно, грамотно прощать. То, как вы прощаете, я боюсь, что не совсем грамотно. Вот, не совсем грамотно вы, я боюсь, человека прощать. В каком смысле, что я, что я имею в виду? Я имею в виду, что прощение, это в первую очередь принятие. Это в первую очередь принятие. Вот. Принятие именно человека, таким, какой он есть. И принятие его модели поведения тоже. Но не нравится принятие, это несение до него этого, что я принимаю тебя, я принимаю то, как ты себя ведет. Я люблю тебя таким, и не хочу тебя менять. Понимаете, если вы не можете человека принять таким, какой он есть, если вам не нравится, то вы ждете, от него вы ждете определенных перемен. И эти самые перемены могут наступить, а могут и не наступить. И вот, что вы будете делать, если эти перемены не наступать? Это большой, на мой взгляд, вопрос. Большой, на мой взгляд, и очень важный вопрос. Так вот и получается, что вы становитесь зависимым. Так образуется зависимым. Скорее всего, вы не согласитесь со мной, я этого не жду, но есть ощущение, что вам, молодой, сколько жалко. Просто жалко вам его. Если это так, я очень рекомендую, рекомендую вам, подумать, очень рекомендую вам прислушиваться к себе. Если это так, если вам действительно жаль, молодого человека, своего, то это весьма для меня лучше расклад. Жалость человека обесценивает. Вот. Поэтому, над, условно говоря, природой своей жалости, вам надо бы подумать. Вот. Подумать и решить. Почему я его изменил? Почему я считаю, что то, как развивается его жизнь, а парадигма его развития полностью зависит от решений и поступков молодого человека. Почему я считаю, это несправедливо. Почему я считаю, что не должно, не должна его жизнь развиваться именно так. Почему я считаю, что развиваться она должна, как ты наш, по-другому. Ну вот. Собственно. На этот вопрос вам тоже нужна идея совета. Потому что жалость проистекает из-за такого вот механизма защиты. То есть вы, как бы, остраняете себя немножко эмоционально от человека. Вот. Возвышаетесь над ним. Ну, по сути, это такой вот. Такая вот защита. Защита. То есть, тенденция к жалости это проблема. Проблема в какой-то степени чисто ваша. И работать нужно с этой проблемой вам, хотите вы этого или нет. Вот. Соответственно, ваш вопрос в какой-то степени можно считать некорректным, потому что он предполагает наличие изменений у третьего лица. Третьего лица обсуждать, на мой взгляд, что, значит, ну, что с клиентом нельзя. Ну, в том плане, что это неэтично обсуждать третьего лица. То есть, если молодой человек хочет изменить, ему нужно обратиться в силу своего возраста к детскому психологу для того, чтобы тот ему помог. Если вы, а вы и свершеннолетние, хотите, можете самостоятельно направить его к детскому, да, самому же психологу, например, школьному, для оказания помощи. Либо в частной, в частной, ну, на частной основе, скажем так. Вот. Все это можно сделать, все это, даже, я бы сказал, нужно сделать. Но, опять же, вопрос возникает в том, хотите ли вы этого всего. И осознаете ли вы то, что человек же активно развивается, и у него могут быть как достаточно сильные изменения, так и эмоциональный качество. готовность. Готовность к которым, ээээ, с вашей, с вашей стороны. Ну, ну, я, ну, я как говорила, у меня под большим сомнением. Вот. Вот. Такой ответ я, наверное, могу отдать. Я, ну, я надеюсь, что, я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя сделаете выводы, вот, и решите, все-таки, принимаете ли вы молодого человека таким, как он, если, или не, или нет. Да, какие у вас жизненные цели, к чему вы стремитесь и так далее. Вот. Потому что, если у вас есть трудности или если есть какие-то проблемы лично у вас, то это может в дальнейшем сыграть с вами крайне не хорошую шутку. Вот. Дело в том, что у вас нуждающийся молодого человека, а молодой человек, соответственно, видя, видя вас родителя, да, просто-напросто вас объяснен, поэтому отношения нужно выстраивать грамотно, не оборотаясь, не растворяясь в них, соблюдая личные границы. Вот. То, что вы, например, делаете сейчас, вы, к моему большому, что, к сожалению, личные границы молодого человека не уважаете, в связи к этому не с уважением. Вот. Ну, это, так или иначе, даст особо знать, вот, то, что вы без уважения относитесь к личным границам, чем молодого человека, молодой человек тоже не будет уважать ваши личные границы. Вот как вы не уважаете его, так и он не будет уважать ваши. Вот. К большому моему сожалению. Вот. Это не плохо, не плохо, не хорошо, это просто данность, в данном случае, и вам решать будет ли это данность, например, реальностью или, или это, ну, или, значит, ситуация, ну, ситуация как-то изменится. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что, надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Я надеюсь, что вы для себя найдете выход из, значит, наиболее подходящие, ну, наиболее подходящие варианты. Решение. Проблемы. Вот. И, значит, после этого, да, после этого уже начнете что-то делать. Вот. Так. Я думаю, вам можно помочь. Так. Таким образом. Вам можно помочь. Удачи вам. Всего самого доброго. Доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...